Ну, здравствуйте. Юридический представитель Банка МТС, меня зовут Андреева Елена Николаевна. Обращение внимание, где это запись разговора. Звонок вам, поступил в автоматическом режиме, если уточню информацию. Слушайте, пожалуйста, Ильина Евгеньевича, а вы? Ну, допустим. Ну, мне нужен четкий ответ, понимаете? Дело в том, что... Вы что, допрашиваете меня? Нет, я вас информацию уточняю. Допросы идут, к сожалению, только... Как вы можете уточнять информацию? Вы что, знаете мое кодовое слово? 9-969-го, ваша дата рождения. Правильно? Ну, да. Звонок поступил по поводу долга. Который месяц перед Банком МТС. Неужели у меня долг есть? Карту кредитную взяли, деньги в банк не возвращается. Банк требует... Я не забыл. Банк от вас оплаты. Три... Вы слышите меня? Банк МТС требует оплаты от вас. Оплата завтра должна поступить. А где я, где я возьму? А где я, где я возьму? А где я, где я возьму? Ну, вы же потратили на что-то деньги банка? Того, что нет денег, вас никто не освободит от ваших финансовых обязательств. Ну, я не знаю. Обратитесь к детям, к жене, к родителям. К чего? Говорю к жене, к детям и к родителям. Обратитесь денег, попросите, чтобы долг закрыт. А я у тебя хочу обратиться. Дашь мне денег? А мы с вами на «ты» не переходили. И я с вами лично денежные средства банка МТС 40 тысяч не тратила. Ну что? Ну вы, конечно, позвонили. Так вы можете прийти и сказать, дайте мне, пожалуйста, денег в долг к жене или к маме. К детям, к сыну, к дочери. Придите. Придите и просите. Александр Евгеньевич, вы взрослый мужчина 69-го года рождения. Я не стыдно. Кого стыдить? Вам 47 лет. 47 лет. Вы с протянутой рукой идете в банк и просите денег. Банк МТС, выдайте мне, пожалуйста, денежные средства. Я мужчиной не могу заработать. Я хотя бы другой не ходил. Что-то... Не ходил. А как? А у нас... У вас такой взгляд на фотографии в банке потом... Так я вам говорю, такой взгляд у вас на фотографии в банке, жалобливый, нет денег у вас. Номер мне вашей жены диктуйте, я сейчас буду требовать оплату с вашей жены, так как она несет солидарную ответственность по 25 статье Семейного кодекса Российской Федерации. Диктуйте мне номер вашей жены. Я буду оплату требовать с нее сейчас. Ноль два. Ноль два? Да. Я смотрю, у вас с чувством юмора все хорошо. Поверьте мне, приедет сегодня в течение часа, на 8 марта. Квастера 20. Группа инспекционная. Не будет у вас смеха, не матов, не будете ерничать, не будете. Я заплату. Да ну хватит, Александр Евгеньевич, взрослый мужчина. Не надо, не взывайте. Взрослый. Взрослый мужчина. Вам не смешно? Вам не смешно? Я бегу платить все. Не вызывайте только. Только не вызывайте. Александр Евгеньевич, вы когда бежать будете, вы, пожалуйста, зайдите в магазин спецодежды, купите себе оранжевую жилетку со светоотражающими полосками. Вы будете в своем любимом городе, Толдоме, чистить снег зимой на принудительных работах. 180 часов, вам грозит. Грозит. Вам не смешно? Я сейчас буду звонить детям вашим. Вашим детям, родителям. Их будут требовать, будут требовать с них оплату. А вам будет стыдно. Детям вашим будет стыдно. Расклею лично я ваши фотографии. Фотографии ваши на каждом столбе. Расклею ваши фотографии. И вы будете ходить, вы, ваша жена, ваши родители, и дети, и будет стыдно, что у них такой отец мошенник. Инспекторы, ожидайте, готовьте, мойте холодильник и чистите плиту. Не смейтесь, не смейтесь, инспектор приедет, вам будет не очень смешно. Вы найдете данную сумму в течение часа. До свидания. Слушал я, закатив глаза, как песню. Это ж надо. Я все время теряюсь в догадках. Я всегда, слушая ролики, думаю, какие комментарии от себя выложить. И вот, знаете, бывает все понятно, очевидно. Бывает все с юмором, где-то с приколом, где-то ясно, что дура, либо дурак. Но здесь, ребята, это даже не диагноз. Это она родилась. Родилась, и там, скорее всего, генетика такая, долгая-долгая генетика. Какое-нибудь 25-е колено. Ее пра-пра-пра-пра-пра-пра бабка, наверное, была нечто такое же. Вот умалишенное. Нет, здесь вот действительно, мне кажется, все на грани. Потому что, судя по голосу, она аж с придыханием. Она действительно испытывает чувство ненависти к тому, кому звонит, кого ни разу не видела. Она действительно считает, что какая-то служба может поехать, в то же время понимая, что этой службы в помине не существует. И кроме ее и вот этого собеседника, больше никто не принимает участие в диалоге. И никто, она верит в это. Но, вот как сейчас выясняется, теперь уже очень много людей услышат ее. Но она-то понимает, вы понимаете, в чем суть? Она, разговаривая с человеком, сама себе начинает верить. Она себя воздвигает на какой-то пьедестал, прям рукотворный, собственный. И, мне кажется, она прям в какой-то своей реальности живет, да, параллельной. Где есть какая-то группа, там, инспекционная. Где есть какие-то специальные уголовные статьи. И она действительно, я прям, ну знаете, не удивлюсь, если она после этого разговора встала и задумалась. Где бы, где бы, где бы, где бы сделать фотографии, распечатать, пойти бы по адресу этого человека и их развесить. А потом ее отпустила. Ей, ну как, в больницах уколы делают. У нее там этот приступ, вот этой вот психоза прошел. И она приступила за другого человека. Другое обидно, скольким людям она кровь испортит. Сколько людей неграмотных, не понимают, что вот это вот, ну действительно, звонит им человек без мозгов, без совести. И без вообще какого-нибудь элементарного понимания обычных жизненных человеческих устоев. Вот, ребят, если вы хотите, чтобы вам, ну ваши диалоги были выложены, отправляйте нам их на адрес в виде файла. Пожалуйста, в виде файла, не в контакт ко мне, в виде файла 946-78-36-sobakalist.ru Все мы не выкладываем, потому что, во-первых, существует очередь, выкладываем только ролики, которые действительно могут заинтересовать наших слушателей. Ну и, конечно же, не забывайте в описании ролика есть все необходимые ссылочки, ссылка на наш сайт основной, есть видео, значит, ссылочка на презентацию вебинара. Там тоже есть видео, презентующее наш вебинар, на котором вы узнаете, как законно не платить кредиты. Ну и ссылка на группу ВКонтакте, тоже очень полезный ресурс. Вступайте и пополняйте любые людей, которые разбираются в том, что вокруг них происходит. На связи был Кузнецов Дмитрий, Академия юридической грамотности, Центр юридической защиты, компания Алиам. Всем счастья, здоровья и финансового благополучия.